Информационная продукция для детей, достигших 12 лет. Мясокомбинат СПК «Айбек» Производственная мощность – 1200 голов в месяц. Свой собственный скот выращивается на двух откормночных площадках в Волгинском и Мартукском районах. Также компания сотрудничает с 15 фермерскими хозяйствами области. Со слов руководства, забой проводится строго по всем стандартам. Мы не используем электрошокер, мы по халяву стандартно забиваем. Дальше скот уже, как видите, у нас роликовая линия. По этой линии уже дальше скот по линии идет. Там она, ну, шкура снимается. После шкуры уже внутренние органы убираются. После внутренних органов уже ветрач осматривает. Сам тушу уже прочищает, смотрит, лимфоузлы смотрит, почки, печень смотрит. А после этого, если все нормально, печать пищевая, печать ставится на тушу и через весы в холодильник заходит. В холодильнике 12 часов стоит, у нас издревание. Далее туша попадает в обвалочный цех. Здесь мясо разделывают мужчины, а женщины занимаются жиловкой. Жиловкой – это означает то, что лимфоузлы, вот это хрещ, там сухожилие, вот это все такое, вот это посторонние вещества, ну, то, что не касается мяса, полностью оваливается, жиловывается, чтобы в дальнейшем в конце банки такие вещи не попадались. После разделанное мясо отправляется в консервный цех. Со слов технолога, продукция выпускается строго по ГОСТу. Мясо и крупа закладываются в том соотношении, которое положено по этим стандартам. Если же говорить о тушенке, то в ней 87% мяса, как и должно быть по ГОСТ стандарту. Остальные ингредиенты – это вода, соль, перец, лавровый лист. После того, как мясо готово, начинается, пожалуй, самое интересное. О процессе изготовления консерв подробнее, поэтапно расскажет Айбек Халдегулов. Айбек, ну что ж, начнем. Итак, мы сейчас находимся у автоматизированной линии, правильно? Правильно. Так, у нас в первую очередь банки поступают сверху, потом через зашпариватель при температуре 60-80 градусов она паром обрабатывается, как вы сами видите, и потом уже на линию пошла банки. Банки по линию идут через АДМ, АДМ – это автоматический дозатор мяса, туда вода добавляется, и дальше уже мясо, соответственно, уже по громажу накладываются банки. Больше того, уже дальше по линию идут банки, уже весовой контроль стоит, девчата банки, они смотрят. Если сомнительные банки попадаются, которые там мясо где-то побольше, где-то поменьше, они через веса уже контрольные весы делают, добавить где надо уменьшить, чтобы дальнейшего расхождения не было. После того, как мы у нас весовой контроль уже банки прошли, приходят на закаточный станок. У нас закаточный станок, у него оборудованная мощность вообще, до 50 тысяч банок в час она через себя пропускает. Давайте я вам одну банку достану. Вот вы видите, здесь уже датуировка у нас выбивается, ну, не цифрами, а прям выбивается, чтобы у людей дальнейшего сомнения не было. То есть дата изготовления? Дата изготовления продукции, да, уже. И номерация там снизу пишется, например, у нас сегодня говядина изготавливается, у говядины 0,1 цифра ставится. Дальше уже через мойку банки проходят. Банки промываются, приходят на крутящий стол, вот сами видите, потом ребята уже отсюда достают, собирают ящики, которые уже непосредственно эти ящики попадают в автоклав, где они варятся уже. Здесь мясо варится примерно, ну, каждое мясо по-разному, говядина где-то в районе 3 часа при температуре 140 градусов, конина там уже побольше, конина сама по себе, она, структура, она пожестче идет, и она дольше варится, и температура больше уже. Ну, на сегодняшний день у нас говядина варится, а автоклав, она предназначена для стерильного мяса. В автоклав помещается вот 3 корзины, где-то по 1000 штук туда выходит, 3000 штук банок за одну варку мы делаем, ну, варится за одну, за один процесс. После варки она полностью промывается, остужается, чтобы банки, у них не оставалось лишнего воздуха внутри. Полностью процесс автоматизированный здесь. Давайте я вам покажу. Здесь сам процесс, как на компьютере. Здесь выставил температуру, время, и все, она дальше сама все делает. Далее идет завершающий этап – упаковка продукции. Отметим, консервный цех был введен в эксплуатацию в День Конституции 30 августа 2016 года. Его производственная мощность – 1 миллион 700 тысяч консервных изделий в год. Профинансировала проект «Аграрная кредитная корпорация» на общую сумму 296 миллионов тенге. Оборудование из России и Украины. На сегодняшний день здесь производят три вида мясных консервов из конины, баранины и говядины. Кроме того, выпускают консервированные каши из риса, гречки и гороха. Мы выпускаем консервы из шесть видов. У нас есть и говядина, и конина, и баранина, и гречневая, и рисовая каша. В общем, шесть видов выпускаем. За смену, ну, шесть чанов – это 3,5 тысячи банков. За смену выпускаем продукцию. Остальное мы вот готовим продукцию. Одна варка прошла – 3,5 тысячи, а остальное время мы заготавливаем. Например, жилуем, обваливаем, все это моем. За смену у нас такая работа. Действительно, побывав и воочию увидев процесс изготовления, можно с уверенностью сказать – продукция СПК «Айбек» – это чистый продукт без консервантов. Во-первых, никакой сои, этот животный белок, коррегинат, ничего не добавляем. Все натуральный продукт. Мы добавляем только специи. Это соль, перец, вода, жир. Во-вторых, она полностью сделается с экологическим мясом. Ниоткуда мясо не привозится. Блоками, замороженные. А то есть такое булочное мясо, которое по 20 лет холодильнике заморожено лежит. Вы сами понимаете, это какое мясо, когда 20 лет она холодильнике лежит. А когда свежее мясо, это другое уже. Основные рынки сбыта – Актюбинская область и ряд регионов России. Продукция в соседнем государстве уходит на ура. И она абсолютно конкурентно способна на рынке нашего северного соседа, отмечает предприниматель. Полностью обеспечиваем СПСимоной Газ, обеспечиваем Анвар Дины, обеспечиваем Ахтаусский Узен, нефтяные компании и отправляем в Россию. Москва, Санкт-Петербург и Перим. А вот что касательно цены, стоимость консервов – говядина 755, баранина 745, конина 785 тенге. Со слов руководства предприятия, цены не завышенные. Они соответствуют качеству. Мы цены придерживаем конкурентов. Смотрим на своих конкурентов и цены придерживаемся своим конкурентам. Я не сказал бы, что у нас самые дорогие. У нас средний сегмент не дешевый, не завышенный. У нас средний сегмент, но с натуральным мясом у нас уйдет уже. Дальше уже люди сами уже выводы будут делать. А насчет цены – это средняя цена на сегодняшний день у нас. Кроме того, аграрии выпускают различные полуфабрикаты. В небольшом цехе работают 10 человек. Ежегодно выпускается на объем полуфабрикатов в районе 12-15 тонн полуфабрикатов. В эти полуфабрикаты входят пельмень высшего сорта, пельмень первого сорта, также фрикадельки, тефтели, манты и фарш. Полностью все натуральные продукции. Ничего, в этой продукции соя, так сказать, лишних добавок веществ ничего не добавляется. Все чисто натуральный экологический продукт. Субтитры создавал DimaTorzok поставляем только по городу, по городу и Активенскую область. Пока полуфабрикаты никуда не отправляем, так как еще не эксплуатировали. В этом году мясокомбинат принял участие в региональном конкурсе выставки «Лучший товар Казахстана». Всего приняли участие 40 компаний разного масштаба. Все они заняты в различных отраслях, таких как производство строительных материалов, электротехнических изделий и светового оборудования, изготовление сувенирной продукции, представители отраслей машиностроения, пищевой и легкой промышленности. Так, по итогам конкурса СПК и БЕК стали лауреатами в номинации «Лучший продовольственный товар». К слову, дипломанты конкурса получают право в течение четырех лет использовать эмблему конкурса в рекламных целях, то есть продвигать свою продукцию на рынке. Мы каждый год проводим экспертизу нашей тушенки, также изготавливаем сертификаты СТКИЗ, декларации, у нас есть сертификат халяль, зарегистрированный в Астане. Наша продукция изготовлена из натурального сырья, без добавления сои, любые проверки, любые экспертизы мы спокойно проходим. Наши цели, конечно же, увеличить объем, то есть, чтобы в каждой семье знали о нашей продукции. К слову, это не первая победа. Пять лет назад октябинские консервы произвели настоящий фурор в столице России на международной выставке. В 2016 году начато производство консервов и уже через год, в 2017-м, на Международной выставке инновационных технологий и перспективных разработок в сфере АПК «Мясная промышленность» «Куриный король», проходивший в Москве, мы заняли два первых места. В жюри были отмечены консервы говядина тушеная и каша перловая с мясом. Тогда россияне впервые заинтересовались нашими мясными консервами. Сейчас они популярны уже в нескольких регионах соседнего государства. У руководителей большие планы, а именно открытие в следующем году собственного мясного магазина в 12-м микрорайоне. К слову, на сегодняшний день СПК «Айбек» остается единственным производителем в Актюбинской области мясных консервов. Тушенки под брендом «Сабара» на протяжении шести лет пользуются популярностью среди актюбинцев. Из них готовится немало блюд. Также тушенка может быть использована как отдельное блюдо. Выбирайте наше отечественное. СПК «Айбек»